Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Не сдавайтесь Двигайтесь дальше, если вас прислал Всевышний Спросите Давида, и он скажет вам Спросите Даниила, и он скажет вам Спросите Мессажа, Сидрах и Авдина, и они скажут вам Вы со мной? Как христиане, будьте определенными В разгар трудностей, осуждений, гонений, оскорблений, клеветы, не сдавайтесь Двигайтесь дальше, если вас призвал Всевышний Спросите Давида, и он скажет вам Спросите Даниила, и он скажет вам Спросите Мишаха, Сидраха и Авдинага, и они скажут вам Скажи соседу, не сдавайся Многие считают, что став верующим христианином, пастором, епископом, они освобождаются от ситуации Пока вы живете, продолжайте настаивать Проблемы будут Если только вы не перестанете настаивать Вы знаете, что такое настаивать Вы не хотите оставаться на месте Вы хотите двигаться вверх Двигаться дальше По мере продвижения вперед Будут проблемы Эти проблемы, ситуация, о которой мы говорим Они могут только испытать вас, но не могут уничтожить вас Скажи соседу, мои проблемы могут только испытать меня, но не могут уничтожить меня Я не вас не слышу Мои проблемы могут только испытать меня, но не могут уничтожить меня Мои проблемы подготовят меня к необычайному служению. Мы, христиане, не проваливаем тесты. Мы сдаем их, это средство, к продвижению. Нет теста – нет продвижения. Мы не уклоняемся от испытания. Вы не можете уклониться от испытания. Те, кто уклоняется от испытаний, откладывают злой тень. Те испытания, которые вы должны были пройти и двигаться дальше. У вас есть человек, который поможет вам. Вы уклоняетесь от этого. Вы просто продвигаете все это вперед. И это самое подходящее время, чтобы столкнуться с испытанием, пройти его и двигаться дальше. Итак, каковы ваши проблемы? Они предназначены для того, чтобы подготовить вас к необычайному служению. Необычайное служение – это что, когда у вас есть проблемы, вы молитесь больше, вы поститесь больше. Ваши отношения с Богом, потому что вы знаете, что он единственный, кто может вам помочь. Вы двигаетесь все ближе и ближе. Это возможность, чтобы почитать Бога перед людьми. Нет, у меня есть проблема. За меня молились. Ответа нет. Вы идете из нахерю. Я устал. Что все это значит? Вы бежите к спитериалистам. После того, как они провели множество операций, тогда они бегут к Богу. И много раз скрывали живот, и теперь они подходят к Богу. Или, может быть, когда доктор сказал, иди, напиши завещание, тогда они бегут к Богу. Ваша трудность – это возможность почитать Бога перед людьми. Вы знаете, как почитать Бога? Да. Мой Господь может сделать это. Он может. Вы улыбаетесь. Время улыбаться. Но люди говорят вам, извините, что с вами случилось? У меня рак. Я испытываю боль. Вы уходите оттуда. Вы идете дальше. Вы наслаждаетесь человеческим сочувствием. Мы наслаждаемся человеческим сочувствием. Человеческое сочувствие не может решить вашу проблему. Человеческое сочувствие – мне жаль. Да, сэр. Вы покидаете это место, вы идете в другое. Извините. Что случилось? Это нога. Мне жаль. Еще один. Мне очень жаль. Это человеческая симпатия. Это раскрывает вашу тайну. За каждым человеком, который создал Бог, есть тайна. Тайна означает, когда я приду к человеку, я не знаю, что произойдет, он может исчезнуть. Пулемет не может войти в него. Нет, яд не может проникнуть в него. Это тайна. Потому что они не хотят открываться людям. Но вы, люди знают вас. Они знают, что вы можете или не можете сделать. Он будет есть эту еду, он съест ее, он придет, и вы сразу же бояритесь. Они говорят, я говорил тебе, что он пришел. Они могли поспорить, и вдруг он не пришел. Вы не можете предсказать этого человека. Это тайна. Храните свою тайну. Это благодать, которая защитит вас. Когда они у вас не понимают, весь их план подставит вас провалиться. Если вы рождены свыше, вас должна окружать тайна. То, что люди знают, они разрушают. Что они не знают, они начинают насыпать разными именами. Когда они знают вас, они уничтожают вас. Когда они не знают вас, они начинают оскорблять вас. Это тайна. То, что люди знают, они разрушают. Что они не знают, они называют разными именами. Он злой человек, он злой человек, он колдун, такой, сякой. Потому что они вас не знают. И Бог никогда не позволит им знать. Потому что Бог знает, что в тот день, когда они вас узнают, они получат конец вашей карьеры. Вот что я подразумеваю под тайной. Люди знают вас. Вот что привело вас к тому, с чем вы сталкиваетесь сегодня. Они знают, что могут использовать простой контракт, чтобы сблизиться с вами. Они знают, что могут использовать деньги, чтобы привлечь вас. Они знают, как они могут приблизить вас к себе. Они очень хорошо вас знают. Ваши люди знают вас. Вот почему иногда, когда я вижу многих из вас, у вас есть серия автомобилей, на которых вы ездите. В четверг мы поедем на джипе, или красном, или желтом автомобиле. Если это тайна внутри вас велика, вы можете оставать свой автомобиль и сесть в общественный транспорт. Они только увидят, как вы зашли в автобус и сели. Человек без тайны всегда будет контролироваться имуществом. Когда вы богаты, вы живете среди богатых людей. Вы никогда не оглянитесь назад, туда, откуда вы пришли. Любому, кто забудет, откуда он пришел, пройдет конец. С начала моего служения, откуда я пришел, начало. Я все еще... Еда, которую я ем, то, что я ел, когда я учился в средней школе, я все еще люблю есть эту еду. Тайна вокруг меня не позволяет мне отказаться от этих вещей, от этих людей. Когда мои люди видят, что я ем эту еду, это дает им надежду, что они тоже могут стать такими завтра. Ваша жизнь должна быть полна надежды для других. Пусть они знают, откуда вы, эту жизнь, еду, простую жизнь. Из-за того, что у вас есть джип, это не значит, что вы не можете отказаться от джипа и поехать в церковь на общественном транспорте. Берите с собой своих детей. Этот джип, мы не поедем на нем сегодня. Мы должны присоединиться к простым людям, откуда мы пришли. Мы родом из менее привилегированных. Мы не рождены с джипом. Не ждите, пока вашего джипа будет неполадки, прежде чем вы оставите его. Оставьте его. Одна неделя на джипе, а другая неделя едьте на чем-то противоположном. Пусть джип едет, ждет в гараже. Пусть ваши дети сядут в общественный транспорт и поедут в церковь. Когда вы вернетесь домой, скажите своим детям, что это жизнь, в которой вы родились. Это тайна, о которой я говорю. Она полна защиты. Скажите миру, что именно Божья благодать вашей жизни дала вам деньги и положение. Не с силой, не могуществом. Не забывайте этих людей. Будьте определенными. Скажи соседу. Будьте определенными. Каждый день оставайтесь верными своей цели. Несмотря на снег или дождь. Не позволяйте вашей ситуации управлять вами. Человек может быть болен телом, если же быть другом Бога. Есть болезни. И есть болезнь. Болезнь испытания. И болезнь в результате греха. Когда болезнь для того, чтобы испытать вас, она не может уничтожить вас. Она укрепит ваше желание и стремление к Богу. Я просто говорю вам, если это испытание. Если эта ситуация является испытанием, она предназначена для того, чтобы потратить вас к будущему. Человек, который получил благословение, его руководителем теперь становится деньгим. А не источник денег. Вы со мной? Когда деньги становятся руководителем, тем, кто контролирует вас. У вас есть деньги. Вы меняете свой гардероб. Хорошо. Вы можете изменить свой гардероб. Но не забывайте, откуда вы пришли. У вас есть деньги. Вы переселяетесь туда, где живут богатели. В этом нет ничего плохого. Но не забывайте этих людей. У вас есть деньги. До этого, когда вы были больны, вы стояли на коленях. Прося Бога об освобождении, вы получали освобождение. Но теперь деньги стали руководителем, контролером, тем, кто контролирует вас. Говорит вам, куда идти, что делать. Мы сейчас сидим в церкви очень жарко. Деньги. Но в те дни, когда ничего не было, вы искали лица Божьих. Вы могли сидеть в духовке. Когда деньги приходят, вы начинаете смотреть на гребень. Некоторые теперь дают мне знать, что я должен закончить то, что я говорю. Они поднимают руку вот так. Это деньги. Но в те дни у ваших наручных часов не было батарейки. Даже если у вас были наручные часы, они всегда опаздывали. Вы могли два дня не заводить их. Вы как раз поняли, эти наручные часы возвращают меня назад. Я знаю что-то очень простое, что человек падает, когда забывает, откуда он. Если вы критически отнесетесь к причине своего падения. До этого вы были благословлены, у вас были деньги, все вокруг вас. Но вдруг у вас ничего не стало, даже похоже на то, что вы попрошадничаете. Если вы уделите время тому, чтобы изучить причину этого, вы поймете, что вы забыли, откуда вы пришли. Вот причина. Это и есть причина. Неважно, как далеко вы зайдете, помните, откуда вы. Скажи соседу, неважно, как далеко ты зайдешь. Всегда помни, откуда ты. Как только мы позволим имуществу взять контроль над нашей жизнью, с нами все кончено. Имущество – это те вещи, которые обеспечивают вас, которые дают вам честь, славу, гордость, популярность. Как только это имущество становится диктатором, директором, командиром, все кончено. Возможно, вам придет конец не сразу, но скоро вам придет конец. И это имущество не иссякнет за один день. Не думайте, что оно иссякнет за один день. Все начнется со снов. Вас начнут преследовать во сне, в кошмаре. Вы будете спать с кем-то во сне. Вас будут атаковать во сне. Они начали проникать в ваше богатство. И это богатство начнет... Итак, найдите время подумать. Я хочу оставить вас здесь. Спасибо, зрители. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»